Почему мы не знаем состава этого комитета по возврату активов? Первый вопрос был, да, откуда у них такие деньги? Постерпевших много, очень много. Я увидел все договора, 96 заправок и 6 нефтебаз, черное рейдерство, есть белое рейдерство. Откуда они такие капиталы взяли, чтобы, возможно, кто-то прикрывался и там договорил. Любая ложь, она рано или поздно, она всплывет. КТЖ стоит в преддефолтом состоянии. Там разрабатывают такие многоходовые схемы. Мы должны ходить, требовать, говорить. Никто просто так в дверь постучал, тебе не открыли. Законное право выдвигать кандидатов в президенты. Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас особенный гость, известный борец за гражданские права Жаркан Курентаев. Жаркан, расскажите, пожалуйста, о вашем движении жертвы старого Казахстана. Кто в него входит, кого он объединяет, какие цели преследует. Скажите, самые яркие, на ваш взгляд, кейсы. Касательно того, что кто входит, ну, входит туда порядка 200-300 бизнесменов на сегодняшний день. Да, это вот там очень много пострадавших. Но там на самом деле мы смотрим каждый кейс по отдельности. То есть даже, вы знаете, сложилась у нас такая практика, как у правоохранителей, мы уже видим почерк тех или иных групп, которые пытались. То есть, когда заходит кейс, мы по материалам дела, по всем документам, мы уже понимаем, так, это могут быть ребята, допустим, Коспаева, это могут быть ребята, там, Сатубалда и так далее. То есть, у всех, у них присутствует, к сожалению, определенный почерк. Мы всегда знаем из кинофильмов, что у преступника есть каждый свой почерк. Касательно того, что самый знаковый кейс, ну, это у нас отель Хилтон, это у нас Палия Назарбаева, это у нас Панипия Назарбаева. К сожалению, самый знаковый именно это ближайшими окружениями и родственниками бывшего президента Назарбаева. Хотим мы этого или не хотим, но почему-то вот так сложилось. Мы же все понимаем, как это происходило. Мы все понимаем, какие оказывались влияния на правоохранителей и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому постепевших много, очень много на сегодняшний день. И я считаю, что мы достигли самой большой своей цели. То есть, программу «Минимум». Программу «Минимум» мы априори ставили себе в будущем не допускать подобных вещей. Это был, скажем так, некий посыл нынешней власти для того, чтобы они не могли себе позволить так действовать. Просто приходить и забирать имущество. Немножко есть неправильное понимание того, что вот у них бизнес, откуда они такие капиталы взяли, что, возможно, кто-то прикрывался. Ну, по каждому кейсу отдельно. Откровенно скажу, там мы, где видим, что есть сомнения и есть подозрения, что они пользовались, а потом пытаются переиграть сейчас и так далее. Мы от таких кейсов отказываемся. А приори должно быть документальное подтверждение. Просто когда человек пришел, пожаловался, это вообще не кейс. То есть, так можно, скажем так, и до Сталинщины дойти. Мы рассматриваем и мы помогаем людям. Но только если, во-первых, это документальное подтверждение. Второе, это у нас понимание и появление у нас внутреннего убеждения, что да, действительно, это так происходит. При всем при этом некоторые пытаются, особенно противоположная сторона, пытается нас очернить тем, что якобы мы это делаем за деньги и так далее. Вот абсолютно бесплатно, это абсолютно, скажем так, общественная нагрузка идет. Мы это делаем абсолютно бескорыстно. Вот буквально последний кейс. Вот сейчас к нам вчера зашел, буквально, вчера, позавчера, наверное, да. Зашел один кейс, по одному, сейчас я не буду имя называть, но это по одному из наших бизнесменов, которые также входят в список Forbes, где, я думаю, в ближайшем будущем, если сейчас наши аналитики, юристы подтвердят, что все, я думаю, вы увидите, вся страна услышит об этом. Человека, мало того, что у него отобрали имущество, его еще и обвинили в уголовном преступлении, в вымогательстве, еще и посадили 6 лет, он еще и отсидел, вышел, представляете себе. То есть там, ну это дело будущего, мы, я думаю, в ближайшие месяца-два мы об этом дадим знать всему обществу. Как вы думаете, возможно ли хотя бы теоретически, что те люди, которые сегодня заявляют о рейдерстве со стороны членов семьи бывшего президента, на самом деле играют некрасивую игру? Может быть, они таким образом решают какие-то свои личные споры с ними, либо вообще стараются вывести из-под удара активы семьи, чтобы они не оказались под конфискацией? Ну, исключать нельзя. То, что к нам заходит, однозначно скажу, ну, скажем так, из 10 кейсов один вызывает обязательно у нас подозрение. Нам достаточно просто подозрения для того, чтобы понимать, что есть подобные признаки или нету. Если нет, то все, все дела, за которыми мы вернемся, это однозначно, они без признаков, и есть у нас внутренняя убежденность. По господину Бимурзину, да, Поле Назарбаевой, где ТПК Азия была. Я даже знаю, что в обществе начали муссироваться. Откуда у них деньги, бизнес стоимостью 170 миллионов? Мы этот вопрос изучали, вы знаете, ввиду того, что люди достаточно, скажем так, скрупулезные и грамотные, они 20 лет собирали доказательства. Я, будучи общественником, я начал изучать эти документы. Откуда у них такие деньги? Первый вопрос был, да, откуда у них такие деньги? Первое, я увидел все договора, 96 заправок и 6 нефтебаз, они были куплены на свободном рынке, то есть они не были приватизированы. Вопрос, на какие деньги они покупали? У них была кредитная линия, сейчас я вам точно не скажу, но на несколько десятков миллионов долларов. Соответственно, вывод один, откуда у них эти стоимость, бизнес сто семьдесят миллионов, они пользовались открыто Нурбанком, Тимирбанком и в Народном банке. Вот в трех банках у них были кредитные линии, здесь по десятке, по нескольку десятков миллионов, каждая. На эти деньги они скупали. То есть мы изучаем подобные кейсы, мы смотрим, потому что это однозначно, представляете себе, мы сейчас возьмем кейс, а завтра выясняется, что там что-то неправильно, они пользовались, как вы говорите. Потому что, хотим мы или не хотим, любая ложь, она рано или поздно всплывет. Что касается других олигархов, ну да, они просто сейчас договариваются, скажем, с комитетом по возврату активов при Генеральной прокуратуре и пытаются путем этих договоров возвращать это имущество. Но здесь, скажем так, проблема другая возникает. Допустим, я знаю, что у меня есть инсайдерская информация о том, что господин Кулебаев передал топливно-энергетические комплексы при КТЖ, который существует, который в свое время он приватизировал за одну тенге. И нам это объявили, правительство объявило, что все, мы вернули вот эти теки стратегические и так далее. Но никто в правительстве не сказал о том, что эти теки были закредитованы. То есть, понимаете, да? То есть, я предполагаю, утверждать не могу, что была следующая схема. Когда дело идет, скажем так, передача, конфискация и так далее, берут вот эту, по схеме с теком, берут эту компанию, ее кредитуют через банк, загоняют, скажем, туда деньги с банка, эти деньги разбывают, вытаскивают, грузят эту компанию долгами, но при этом-то они уже деньги фактически получили свою. Да, не рыночная цена, но максимально, что можно было выжить с этого имущества, они выжили. И потом передают ее государству. Я знаю, что очень долго сотрудники Казахстана Темиржулы сопротивлялись принять эти теки на свой баланс. Вопрос, почему? Они эти теки закредитованы и не хотели брать. Потому что само КТЖ должно было потом отвечать по обязательствам этого тека. И я подозреваю, после того, как получили они на балансе даже, допустим, этот тек, возможно, выступление мы знаем господина Смаилова о том, что КТЖ стоит в преддефолтном состоянии. Теки загнали под КТЖ, который уже закредитован. Соответственно, этот долг, этот, обязательство ложится на КТЖ, таким образом КТЖ стоит в преддефолтном состоянии. То есть, возможно такое? Вполне возможно. Я врать вам не буду, но около полугода они сопротивлялись у кого столько КТЖ принимать на свой баланс. Жаркан, скажите, пожалуйста, ваше мнение о крупнейшем банке нашей страны, главном активе Тимура Кулебаева, я говорю про Народный банк. Как вы считаете, мог ли этот банк быть как-то замешан в рейдерских схемах, не обязательно с очень известными бизнесменами, может быть с людьми масштабом поменьше? Есть ли пострадавшие от этого банка, ваше мнение? Вообще, какова роль банков и, в частности, Народного банка в нарушениях закона в нашей стране? Я в свое время видел, вся страна видела то, что именно Банк Кулебаева был, скажем так, монополистом в том, что выплаты пенсий, выплаты зарплаты госслужащих и так далее. То есть, у всех были карточки Народного банка, то есть, это было по голову. И ввиду этого он был очень консервативный. Это рынок, когда начал требовать свое, вот то, что мы знаем, да, Каспиево, технологическая компания пошла. Пошло это требование, они более-менее начали развиваться именно технологически. До этого это им не нужно было. Но надо дать должное в свое время господину Марченко. Он не попал в этот сильный шторм, помните, ипотечный кризис в 2008 году. Именно потому, что господин Марченко вовремя-вовремя удержал. Ну и плюс государственные активы, да. Казательно применение, в частности, Народного банка в рейдерских схемах. Знаете, я вот говорю, изучая вот эти кейсы по рейдерству, я увидел разницу. Есть понятие такое «черное рейдерство», есть «белое рейдерство». «Черное рейдерство» — это когда у нас приходят некие в кожаных кустах люди и начинают у тебя отжимать, отдай и так далее. Есть понятие «белое рейдерство». То есть это, скажем так, поглощение, это выкупы, это через выкупы долгов твоих у кредиторов и так далее. То есть не только Народный банк, но в этом «белом рейдерстве». Почему «белое рейдерство»? Объясню. «Белое рейдерство» — это законное рейдерство. Когда все делается в соответствии с действующим законодательством. И там очень сложно что-то подкопаться. И есть и такие случаи. Хотя ты понимаешь, что не можешь ничего сделать, но при этом в законных способах нет. Участие Народного банка, мне неизвестны такие случаи, конкретно Народного банка. Но в целом то, что, допустим, по отелю «Хилтон», где кажется, это «Балдобу», я вам расскажу историю такую. Строят отель «Хилтон», получают франшизу, кредитуются, заходят, все, начинают работать. Через какое-то время, по словам владельцев «Хилтон», в период пандемии, в нарушении указа президента и постановления АРФР, им начисляют проблемные кредиты. Затем господин Шудиев, руководитель в то время банка, каким-то образом в этом банке «Казайра Навигация», то есть, которая принадлежит 100% государства, размещает там что-то более 14 миллиардов депозитов. Соответственно, этих денег в банке нету. «Казайра Навигация» начинает свои деньги требовать. «Отдай нам наш депозит 14 миллиардов». То есть, это, по сути, государственные деньги. А Шудиев эти деньги уже использовал. Соответственно, он говорит, у меня нету денег. Чтобы банк закрыл долги перед «Казайра Навигации», они передают имущество, в том числе «Хилтон», там очень много объектов. Они передают имущество «Казайра Навигация» хотят передать. «Казайра Навигация» говорит, то есть, мы профильная компания, нам это не нужно. И вот здесь нарисовывается якобы новая компания коллекторская, которую открыли, внимание, за 10 дней до вот этой сделки. И через 10 дней после регистрации этой компании в эту компанию каким-то образом передают имущество на 14-15 миллиардов. Вот она схема для рейдерства. Поэтому, хотим или не хотим, банки в тех или иных случаях присутствуют. Но подчеркну, при белом рейдерстве. То есть, когда человек в бизнес заходит, у него начинаются проблемы, потом им не дают проблемы эти решать и начинают продать. А по закону у нас как происходит, проценты, процентные ставки, штрафы и так далее могут начислять в течение 90 дней, то есть 3 месяца. Дальше банк не имеет. Потом, для того, чтобы очистить кредитный портфель, АРФР требует, если вы помните, у нас есть даже такой фонд проблемных активов, требует, чтобы банк что-то делал с этим проблемным кредитом. Банки вынуждены принимать либо на свой баланс это имущество, то есть фактически забирать вот эту, да, по стоимости, либо передавать в фонд проблемных активов. Вот вам схема, пожалуйста, и она так работает. Есть, конечно, нечистые на руки люди, которые пользуются подобными законными методами. Финансисты, они очень умные люди, они садятся с юристами, там разрабатывают такие многоходовые схемы, их тяжело доказать. Мы же понимаем, что господин Азарбаев перед уходом в 2019 году, он монополизировал всю банковскую систему Республики Казахстан. Ну, как монополизировал, это громко сказано, но через своих людей. Поэтому одним из мощных инструментов давления была им банковская система, это ее тяжело зарегулировать. Ни одна власть никогда не может просто бороться с банковской системой, потому что это кровеносные сосуды любого государства. Как вы думаете, насколько эффективно работает комитет Генеральной прокуратуры по возврату незаконно выведенных активов? Что вы можете пожевать прокурорам или посоветовать? Скажем, это не совет, это требование. Даже депутаты, в частности Мурат Бапи, публично возмущался тем. А почему мы не знаем состава этого комитета по возврату активов? Почему он при Генеральной прокуратуре? Почему он непрозрачный и он засекреченный? Почему мы, помимо состава, не знаем, какими делами он занимается? Таким образом, это должно быть требование нашего общества, чтобы рассекретили состав, рассекретили дела, которыми они занимаются. И делать это в публичном пространстве, потому что любое закрытое мероприятие априори наше общество воспринимает его коррумпированным мероприятием. К примеру, допустим, недавно, не так давно, залетел один инсайт, что то имущество, которое за рубежом у людей, которых конфисковывают, его не трогают. А трогают только то, что в Казахстане. Возникает куча вопросов. А почему? А как? А зачем? И на уровне слухов сплетен, общество вызывает недоверие не только к этому, но и в целом к власти. Мы должны понимать, что прокуратура, МВД, это правоохранительные системы, правоохранительные органы, которые выступают именно в линии разграничения между обществом и властью. То, что президент Тукаев говорит о справедливости, о построении справедливого общества, без реформирования вот этой правоохранительной системы, мы не получим ничего, если у нас будут вот такие закрытые комитеты и так далее. Поэтому надо бороться и требовать публичности, прозрачности. Жархан, ранее вы анонсировали митинги по всей стране на 29 июня. Насколько я понимаю, в проведении этих митингов вам отказали повсеместно. Скажите, пожалуйста, ваши дальнейшие планы и действия, как вы оцениваете ситуацию? Почему вообще так получилось, что вам отказали в проведении митингов? Да, наши заявки все отклонили. Это было в принципе ожидаемо. То есть мы не строим иллюзии, что там, а, мы побежали, нам сразу дали. Нет. Это система и с этой системой мы боремся как можно законными методами. Другой вопрос, что мы на этом никогда не остановимся, будем дальше идти, проводить заявки и так далее. Сейчас мы готовим иски в суд по отказам. То есть это тоже законный инструмент. И наши юристы говорят, что у нас шансы есть на то, чтобы выиграть суд. Разрешите. Хотя мы тоже не питаем иллюзии на этот счет. Но тут надо понимать, что этот процесс, он должен быть. Мы должны ходить, требовать, говорить. Никто просто так, ты в дверь постучал, тебе не открыли. В политике ты так не работаешь. Это один момент. Второй момент. Буквально на днях мы провели пресс-конференцию. Вот я, кстати, там и сказал, что в принципе это было ожидаемо, что нам пришел отказ в митинге. После чего мы на сегодняшний день пошли на, скажем так, юридическую уловку. Мы очень аккуратненько, очень нежно, чтобы никого не обидеть. И чтобы самое главное, нам дали именно юридическое обоснование. Мы зарегистрировали Республиканское общественное объединение. Но для того, чтобы нам его легче зарегистрировали, мы назвали его Общество защиты прав торговцев и рынков. На самом деле, даже с политической точки зрения, если мы сейчас объединим все рынки, потому что, внимание, предприниматели на рынке – это социально активная часть населения. Согласитесь, это микробизнес. Все мы так или иначе связаны с рынками и так далее. Мы пошли именно в эту среду. Соответственно, мы разработали такую стратегию, по ней пошли. Мы сейчас зарегистрировали Республиканское общественное объединение. Теперь по закону у нас есть время до января месяца зарегистрировать еще минимум 12 филиалов. То есть это требование закона. Мы сейчас активно занимаемся регистрацией филиалов. После регистрации филиалов мы займемся, и на пресс-конференции мы объявили, мы займемся перерегистрацией в политическую партию. На сегодняшний день закон о Республиканском общественном объединении говорит о том, что у нас уже после открытия 12 филиалов, у нас уже будет законное право выдвигать кандидата в президенты. Кого мы будем выдвигать? Поддержим ли мы действующего президента? Либо мы его не поддержим, будем другого какого-то кандидата поддерживать? Это всегда второй вопрос. Но право у нас будет юридически. Вы знаете, да, есть такое изречение древнегореческое. Если вы хотите развалить государство, осуждайте невиновных и оправдывайте виновных. Жархан, благодарю вас за очень откровенное интервью и желаю вам успехов в вашей борьбе. Друзья, с нами был Жархан Курентаев. Я думаю, это была действительно очень интересная и познавательная речь. И если у вас есть вопросы к Жархану, пожалуйста, пишите в комментариях. Спасибо, до свидания. Благодарю вас и до встречи.